Здравствуйте! Эфирное время продолжают новости на ННТ в студии Махач Курбанов и коротко о главном. 2000 тонн фруктов и овощей. В Кизилюртовском районе построили склад, обеспечивающий сохранность продукции на долгий срок. Медицинские консультации и обследования бесплатно. Во Всемирный день здоровья в Махачкале прошли акции, приуроченные к дате. Подробнее о них расскажем в выпуске. Высокие показатели новой победы. Минспорт Республики подвел итоги работы за 2021 год. Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров встретился с муфтием Республики шейхом Ахмадом Афанди. Он поздравил духовного лидера мусульман региона с наступившим месяцем Рамадан и пожелал исполнения всех благих намерений. В ходе беседы глава дагестанского парламента сообщил о работе, проводимой депутатами на благо населения. Муфтий подчеркнул, что в Республике улучшается связь органов власти с обществом. Происходят позитивные изменения в жизни дагестанцев. Духовный лидер также обратил внимание на необходимость помочь труженикам в вопросе переработки и сбыта сельхозпродукции. Это позволило бы повысить благосостояние людей, отметил муфтий. В завершении встречи Заур Аскендеров поблагодарил шейха за проводимую работу по сохранению согласия в обществе, духовно-нравственному воспитанию молодежи и вручил ему памятный подарок. Продолжаются коллективные ифтары на площадке Духовного центра. На этот раз его организовал Гумбетовский район. На мероприятие собрались более трех с половиной тысяч человек. Среди них представители власти, общественники и религиозные деятели. Перед разговением для верующих звучали строки священного Корана – нашиды. Среди участников провели познавательную викторину и разыграли подарки и путевку на малый хадж Умра. Детям также не пришлось скучать, для них организовали отдельную детскую площадку с аттракционами. Желаю вам всем объединиться, как сегодня. Вот как сегодня, чтобы объединились. Я скажу одну вещь. Когда я шел главой администрации Гумбетовского района, я был у нашего муфта Ахмад Хажин. Ну, много что говорил, сказал три вещи. Галиб, ты любишь Кумбетовский район? Люблю. Значит, если любишь район, если будешь честным и справедливым, все у тебя получится. К другим темам. В Дербенском районе собрали свыше 20 тонн груза для отправки беженцам из Луганска и Донецких народных республик. В гуманитарный груз вошли крупы, мука, сахар, конфеты, средства личной гигиены и другие продукты с долгим сроком хранения. Помощь в отправке оказали специалисты отдела молодежной политики и туризма, а также волонтеры. Как отметили организаторы, на этом акция не заканчивается. В скором времени район намерен отправить еще одну партию помощи жителям Луганска и Донецкой народных республик. Лагестанцы всегда отличались радушием и готовностью прийти на помощь. И сегодня она жизненно необходима жителям ДНР и ЛНР. Особенно женщинам, старикам и детям. Я благодарен неравнодушным жителям Деребенского района, нашим коммерческим организациям и общественным объединениям, всем, кто не остался в стране. Это истинный пример человечности и сочувствие тем, кто сегодня так нуждается в нашей поддержке. Своих не бросаем. Посмертный орден замужества. Родители Арсена Курбанова, погибшего в ходе специальной операции на Украине, наградили в Дахадаевском районе. Отключи. Военнослужащий из села Кудагу погиб при исполнении боевого задания. У Арсена Курбанова остались жена и двое детей. Напомним, что решением районного собрания депутатов, семьям погибших на Украине военнослужащих, выплачивается единовременное денежное пособие в размере 50 тысяч рублей. Очень бескорбно потеряли моего товарища, друга, как говорится, коллегу. Он служил, проходил службу. Ребята, которые даже приехали, мы уже общались, где он служил, отзывались очень хорошо. Все, как его части, знали. Самое такое то, что двое ребят осыротели, как говорится, остались они. Я уверен и знаю, какого района, какого республики, вся страна поможет и сделает все возможное, чтобы память этих людей, но всегда остались в наших сердцах, как говорится. И мы, в том числе, будем стараться делать и поможем. Все, что касается, все мы будем делать. Хранилище фруктов и овощей на 2000 тонн. В Кизилюртовском районе появился склад, построенный за счет государственного гранта на развитие материально-технической базы. Используемые на объекте передовые технологии позволят обеспечить сохранность продукции на долгий срок, дистанционно, контролируя температурный режим. Здесь мы используем передовые технологии по хранению абсолютно любой продукции. То есть можно, начиная от яблок, винограда, сливы, заканчивая картофелем, морковью, хранить продукцию на длительный промежуток времени, от 3 до 6 и выше месяца. Министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Батал Баталов вместе с руководством муниципалитета осмотрел все 10 камер объекта. К слову, почти 200 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств района этим летом планируют поместить свою продукцию в новое хранилище. Так объект обеспечит хранение до 70% всей выращиваемой в этих краях продукции. Сегодня мы в республике имеем хранилища на 20 тысяч тонн. Ну, где-то они уже, наверное, устаревшие технологии хранения. Сегодня идет, можем-то, полным ходом строительство и разработка проектов. Новые, современные, значит, строятся хранилища, хранилища из газовой среды для долгосрочного хранения плодовощной продукции. Поэтому в ближайшее время у нас в республике обеспечено будет хранилищами где-то объемом на 40 с лишним тысяч тонн. Но этого тоже, наверное, недостаточно. Есть задачи, поставленные руководством республики, чтобы иметь мощные логистические центры на севере республики, в центре, значит, республики, в районе Манас или Махачкала и на юге, ближе, наверное, к границе и так далее. Далее смотрите короткий обзор интересных новостей от Карима Даниева. В Карабудахкенском районе вспышка сибирской язвы. На территории, вблизи села Какашура, введен карантин. Ограничительные меры распространяются на 5 километров от эпицентра. Согласно указу Сергея Меликова, карантинный режим будет действовать до 21 апреля. Сотрудниками полиции Новолагского района в ходе обыска дома у одного из местных жителей было обнаружено и изъято наркотическое средство марихуаны весом 1257 граммов. Со слов доставленного в водель подозреваемого, кулек он обнаружил на окраине села в конце прошлого года и хранил для личных нужд. Уголовное дело возбуждено в отношении директора фирмы по содержанию бездомных животных. Установлено, что в октябре 2021 года руководитель подрядной фирмы заключила договор с администрацией Южно-Сухокумска на оказание услуг по отлову и содержанию бродячих собак. В нарушение требуемых условий подозреваемая создала фиктивный акт выполненных работ с сложными сведениями и предоставила их заказчику. Полученные по условиям договора 600 тысяч рублей злоумышленница потратила по своему усмотрению. Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники Дагестанской госавтоинспекции вместе с отрядами юных инспекторов дорожного движения провели акцию «Письмо водителю», в ходе которой младшие школьники написали обращение к водителям. Как уточнили в МВД региона, дети написали письма, в которых просили тех, кто за рулем быть вежливыми и внимательными на дорогах. Данное мероприятие прошло в рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Маленький пешеход. Большая ответственность». Массовая зарядка, спортивно-оздоровительные мероприятия и культурная программа. Так в Махачкале отпраздновали Всемирный день здоровья. Более тысячи человек приняли участие в спортивном фестивале, который организовал Минздрав Дагестана на стадионе «Труд». Это мероприятие традиционно проводится каждый год 7 апреля. Сегодня здесь любой желающий мог объективно оценить свою физическую форму, получить советы по правильному питанию и пройти экспресс-медосмотр. Мероприятие прошло при поддержке Министерства спорта Республики. Ежегодно мы отмечаем его не случайно на стадионе, на спортивной площадке с нашей молодежью, чтобы понимать, насколько мы сегодня будем вести здоровый образ жизни, настолько завтра мы дольше и качественнее проживем. И поэтому это мероприятие всегда у нас проходит торжественно, празднично. Привлекаются студенты, студенты всех вузов. И в обязательном порядке оно проходит с концертной программой, потому что, наверное, хорошее здоровье, долголетие – это и спорт, это и песни, это и танцы. И сегодня есть возможность пройти обследование. Для этого здесь передвижные лаборатории, обследование со стороны системы кровообращения, со стороны офтальмологии. Здесь же у нас передвижной пункт для проведения обследования от наркологического диспансера. То есть каждый может для себя принять решение, пройти обследование и присоединиться к нашей сегодняшней акции. Акции «За здоровый Дагестан», «За здоровое молодое поколение». Физическая культура и спорт – это напрямую связано с этим, со здоровьем. Медицина сегодня, Минздрав всегда участвует на наших мероприятиях, поэтому мы всегда совместно, вместе делаем эту работу здорового образа жизни для нашей молодежи и стараемся, чтобы как-то их поддержать. Всемирный день здоровья отметили и в историческом парке «Россия. Моя история». Дети и взрослые сделали зарядку, прошли комплексный осмотр у врачей, участвовали в конкурсе рисунков. Подробнее в сюжете Ларьяны Шамхалаевой. Красные точки видите? Не пришуриваться. Легкий ветерок будет, не бойтесь. Так врач-офтальмолог измеряет внутриглазное давление. Людям, достигшим 40-летнего возраста, специалисты рекомендуют проходить это исследование хотя бы раз в год для распознавания глоукомы на ранних стадиях. Сегодня в День здоровья врачи из ГКБ-1 проконсультировали около 300 пациентов бесплатно и по многим другим направлениям. Мы выявляем, определяем уровень глюкозы в крови. При необходимости, при повышении определенного уровня, может быть направлена консультация к эндокринологу, на дополнительное тестирование. Мы сегодня взяли свой аппарат, который проводит спирометрию. Он позволяет оценить функцию легких. Выявляются различные нарушения на ранних стадиях. Также у нас есть рефрактометр здесь, который позволяет оценить остроту зрения. Кроме того, у нас измеряем сатурацию, измеряем артериальное давление. Многие люди, страдающие гипертонической болезнью, то есть с повышенным артериальным давлением, они не понимают, насколько это серьезный фактор риска развития инсульта, инфаркта и других сердечно-сосудистых катастроф. Плантоскоп, аппарат, который он использует, он позволяет оценить тоже функциональные особенности стопы и скорректировать, предложить какую-то коррекцию, если она необходима, в виде специальных ортопедических стелек и так далее. Главный принцип акции – здоровье для всех, чтобы любой желающий, несмотря на социальные и экономические условия, получил доступ к услугам здравоохранения. Для нас День здоровья – это традиционное мероприятие. Мы второй год уже его проводим. Всегда начинаются все с зарядки, рисунки детей на асфальте, просветительская лекция, врачи читают лекцию о важности гигиены, элементарных здоровья. В этом году мы в сотрудничестве с ГКБ-1 пригласили специалистов. Махачкалинцы идею с приглашением профессиональных специалистов оценили и даже обещали прислушаться к рекомендациям. Проходила мимо, увидела, что здесь проходит такая акция, решила воспользоваться данным случаем, проверила и зрение, кардиограмму, также легкие проверила. Мне очень понравилось то, что такое организовывают в нашем городе. Мне дали рекомендации, также сделали расшифровку всех показаний. В принципе, все хорошо, я довольна. В это же время на улице для малышей был организован конкурс. Ребята рисовали планету, солнце, цветы, людей. Главный посыл этих детских картин – мир, дружба, здоровье и, соответственно, счастье. Землю видит цветка. Она символизирует у нас то, чтобы растение природы было чистое и оставалось такой же красивой. Да. Вообще, в День здоровья я хочу пожелать, чтобы все были здоровы и счастливы. Все участники конкурса получили сладкие подарки и воздушные шары. Лариана Шимхалаева, Магомед Магомедов, новости ННТ Махачкала. День здоровья. Высокие показатели – новые победы и плодотворная работа в развитии физкультуры и спорта. Несмотря на пандемию, 2021 год выдался для дагестанского спорта успешным. Перед началом коллегии награждали отличившихся спортсменов. Мусе Таймазу вручили удостоверение заслуженного мастера спорта. Победитель паралимпиады в метании клаба после триумфа в Токио готов к новым вызовам. Это высшее звание в спорте, заслуженный мастер спорта. Я думаю, что продолжая в том же темпе, как я сейчас тренируюсь, на все воли Всевышнего, конечно, но я хочу не закончить на этом. Я продолжаю тренироваться. И если нас допустят в Париж, то там уже результат больше показатель. В итоговом докладе Сажидов отметил, главная задача ведомства – создать спортсменам самые комфортные условия, развивать инфраструктуру и продолжать славные спортивные традиции. Так, в 2021 году на соревнованиях всероссийского и международного уровня дагестанцами завоеваны 2066 медалей. Из них 695 – золотые. Какими будут итоги 2022 года, ответить пока сложно. Санкции не обошли стороной и спорт. Если не будут нас допускать таким международным стартом, нам будет, можно сказать, сложно и тяжело, чтобы у нас были такие ребята, на кого уравнялась и смотрела молодежь. Но мы должны совместно здесь сегодня придумать те мероприятия, те виды спорта на сегодняшний день, массовость, чтобы каждый человек, каждому, во-первых, были доступны спортивные объекты, и, естественно, все люди могли заниматься спортом. Развитие массового спорта было и остается одним из приоритетных направлений ведомства. Эта работа позволила привлечь к занятиям физкультуры 1 млн 557 тысяч жителей республики, а это более 50% от общего населения. Сегодня в республике уже больше полутора миллиона людей, которые систематически занимаются спортом по нашим подсчетам, поэтому надо, я думаю, поговорить и об этом, и говорить о дальнейшем, того, чтобы большее количество людей занимались спортом, дети занимались спортом, и какие условия для них надо создавать, и что мы будем делать, что нужно, что нам не хватает. Я думаю, такие коллеги, общения, они нужны, потому что порой мы не все видим, все не замечаем, а тут можно обсудить обо всем. Курбан Рагимнов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И это все к этому часу. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова